так машин давай продолжим значит у нас есть правило да по цвету мы сейчас тобой работаем над контрастом точнее продолжаем работать работаем мы на трех моделях это наша будет мини коллекцию и так так же как и в тот раз мы делаем нашу мини коллекцию очень просто не заморачиваясь девочки наши бедра так что-нибудь захотелось по-другому надоели эти платья силуэт так хорошо давай ограничим наши как будто тут стопы какие-то сделаны сапоги все-таки одинаковые так ты выбрала оранжевый и синий так оранжевый и синий давай значит мы можем выбрать синий и яркий цвет как я тебе говорила да у нас всего два цвета это оранжевый и синий делаем выкраску синий у нас есть дальше мы можем взять также светло-синий это не будет считаться что ты взяла другой за это все тот же синий только он более светлый ты также можешь взять вообще темно-синий вот он да почти черный вот и ты также можешь взять сильно сильно светло-синий то есть практически голубой вот он так мы сделали выкраски дальше погнали в желтый цвет то есть ой в оранжевый то же самое мы можем взять ярко-оранжевый то есть ты можешь этим пользоваться сразу ты можешь взять какой-то очень светло-оранжевый смотри какая разница да но в то же время ты не не берешь другого цвета ты взяла только тот который есть вот такой темно-оранжевый смотри какая палитра красивая получается несмотря на то что мы взяли всего лишь два луча и вот такой какой-то средний до оранжевый всего по четыре цвета синего и оранжевого теперь ты можешь играться с этими цветами у нас есть три модели у нас есть с тобой материалы давай подумаем ну тут идет уже осень давай подумаем как и и ходить например у нас будет вот такой вот цвет цвет курточки например или там какой-то вот у нас будут верхняя такая силуэтная форма будет пушистая да вот дальше и ты смотришь то есть тут играешься чтобы ты хотела я думаю вот такие можно сделать синий красивый цвет не знаю что это будет штаны какие-то может быть да вот и уже так проигрывая чтобы ты хотела это могут быть и джинсы правильно маша это могут быть за юбка какая-то это может быть еще что-то то есть ты придумываешь коллекцию из своих изделий которые ты хочешь но мы прорабатываем именно контраст цвета это будет такой разнообразный контраст то есть ты берешь из одного луча ну разные его оттенки дальше мы можем взять допустим ну давай вот такое вот сделаем черная почти черный цвет темно-синий вот давай допустим добавим да тут что-то такое это такая курточка вот и например мы можем взять еще какой-то оттенок например вот такой нежный 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 можно взять ну не знаю допустим какие-то тут штучки да 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 дело там чего-нибудь такого совместить эти все оттенки вот так и вот вот твой контраст представляешь до машине вот это считается контрастом то который ты выбрала не обязательно приобрать ярко-оранжевый ярко-синий это прям ну это мне кажется уже совсем вчерашний день или это если тебе нужно сделать конкретно что-то такое прямо конкретно яркая под кого-то так давай дальше возьмем вот такой синий снова возьмем давай какой-то будем играться с нашими кистиками кистями кистями вот можно сделать вот такую куртейку какую-то чуть надо побольше вот и вот таким вот образом ты подбираешь что тебе необходимо по цвету давай можно и такое сделать так дальше поехали давай такой возьмем кисть дальше тут ты можешь проработать на и знать у кого какие-то да в принципе похоже у нас может быть формы силуэты ведь это же коллекция правильно вот поэтому тут ты уже можешь фантазировать сама вот такие может быть поярче какие-то у нас будут штаны вот данном случае опять же повторяю что форма коллекции одежды я просто рандомно нарисовала что голову пришло бы говорится вот вот это поярче да так получилось типа как бы вот и следующая моделька допустим ты можешь взять ну какой-то прям давай возьмем темный да возьмем темный возьмем какой-то вот такой такую кисть и сделаем тоже здесь что-то такое вот наверху да как курточка какая-то вот такие у меня получились три куртки то есть коллекция курток по всей вероятности так берем дальше какой-то нежный цвет например ты берешь какой ты хочешь машу я вот и допустим здесь мы что-нибудь такое вот делаем как будто бы курточка какая-то до манжеты какие-то там еще чего-то вот так добавляем дальше что мы делаем штаны какие-то у нас могут быть ну давай давай вот такие у нас 20 еще не было оттенка точнее да вот он потемнее и у нас смотри какие образы они все похожи и в то же время очень разные между собой и это все контраст ты взяла и работаешь играешься с одним и тем же лучом то есть синим ты не берешь никакой другой луч ты просто берешь синий луч и из этого синего луча уже прорабатываешь любые оттенки и темно-синий и ярко-синий и светлых каких-то до оттенков также точно так же ты берешь из оранжевого и выбираешь и яркие какие-то цвета и более пастельные и более темные и таким образом у тебя получается очень красивые контрастные вещи но они хитрые как я говорю они скрытый контраст в них вот таким вот образом машине прорабатывай правила по контрасту